Это единственные кадры, на которых видна та самая свора собак, что держит в жутком страхе деревни в радиусе 10 километров. Стая буквально рвет на части овец, коз, кур и даже собак. Словом, все, что под клыки попадется. Одной вообще пузо разорвано, а вторая вообще съеденная. Так съеденная, только одна голова и хребет остался. Все. Я только нашла перья. Она и уносит куры с собой. Знаете, я и за корову боюсь, потому что корова их тоже не добьется. Одна лежит, вторая лежит, третья лежит. Они уже пробрались, уже мне вот здесь прогрызли, вот в этой двери. И там у меня забор с той стороны, и под забором тоже пролезли. Игорь Хлопков разводит косый овец. Его дом, его крепость, хозяйство укрепил до основания. Не помогает. Сельчане заметили, жуткие нападения случаются только с восходом солнца или на закате. Лайка, большая, белая. За ней три таких здоровых кобеля коричневых. Я, если честно, когда они выходили из зарослей, думал, что это с косули. Они понимают, что нужно делать. И делают все тихо. Водит она их, очень грамотная, получается, умная эта собака. Столько шума наделала голодная стая в окрестных деревнях, что за дело пришлось взяться властям. Тут же отправили заявку в охотхозяйство и ловцам из коммунальной службы. Но в сельсовете не спешат вешать всех собак на бродячих животных. У нас уверенности такой нет, что это бродячие собаки. Возможно, это и волки. Или же там, ну не знаем. Конкретно мы не знаем. Но в то же время хозяин сам тоже должен отвечать за свое подсобное хозяйство. Если ты держишь овец, коз, курей, ты должен содержать их в надлежащей охране. То есть собаки должны там у тебя быть или закрывать в сарай, чтобы сарай был закрыт на ночь. Сергей из соседней деревни – опытный охотник. Своими глазами видел тех самых собак, которые ловко распротрошили его курятник. 30 голов. Но даже ему несколько месяцев не удается взять свору на прицел. Говорит, собаки хитры, сильны и расчетливы. Действуют, словно хорошо подготовленная диверсионная группа. Лежат на поле. Один кто-то осторожит. То есть смотрит по кругу. С гладкого ружья на выстрел. На 50 метров я к ним не подойду. Охотник собирает всю возможную информацию и идет по следу своры. А следы приводят прямиком к местному предприятию по утилизации отходов животного происхождения. А что там, вы знаете, там на замку. А что они вывозят? Я не знаю. Мы в нем костный этот. Костный. Так местные называют могильник частного утильзавода. Он совсем рядом, по соседству. За высокий металлический забор свозят останки животных. Сельчане уверены, именно там и есть собачье логово. Руководство предприятия с обвинением не согласно. Это недоказуемо абсолютно, потому что объект огражден, соблюдается все вецом правила. И вообще абсолютно там бездомных собак, наверное, не может быть. Выкопанная траншея, куда захораниваются кости и присыпаются хлорной известью, которая априори не может дать ход, то, что собака может есть кость, присыпанную хлоркой. Этого быть вообще не может. Мы решили убедиться собственными глазами. Но это оказалось не так просто. Уже на подходе к могильнику дышать почти невозможно. Воняет до тошноты. Падает. Кость. Какого-то животного. Вот там виден череп еще. Кстати, вот вороны здесь размером со взрослую собаку. Вот смотрите, какое только перу одно вороне. Смотрите, какое здоровое. Вот моя ладошка, вот какое. Территория ограждена наглухо. Через щель в воротах действительно можно увидеть груды песка. Вдоль забора подкопы и собачьи следы. В нашем распоряжении оказались кадры любительской съемки, снятые на площадке за высоким забором. Вот кости. Никакой хлорки нет. Видим огромный котлован, в который пытаются сбросить. Понятно, что эти собаки приходят сюда. Виновниками своих бед сельчане называют и местных дачников, которые бросают питомцев на произвол судьбы. И те выживают, как могут. Природу ведь не обманешь. Работники Лицкого ЖКХ намерены положить этому конец и поймать агрессивных собак. Но только вот незадача. Рабочий день у ловцов не совпадает со временем атак. Мы перенесем график работы и выйдем ранним утром, в ближайшие дни, для того, чтобы попробовать ловить этих безнадзорных животных. Либо сначала они будут обездвижены, эти животные, либо если будет агрессивное поведение, значит мы имеем право полно их отстреливать. Пока же сельчане надеются лишь на себя. И чтобы сберечь свою живность, по-прежнему выходят на дежурство. Сон на рассвете и закате для них пока непозволительная роскошь. Александр Плескачев, Антон Козельский, Алексей Вижневец. Наши новости ОНТ.